Нет, ну конечно, легко вам говорить. У вас моторы в карте. Вот мне бы хоть один мотор. Вот тогда бы я просто горы свернула. Вот тогда бы я таких делов наворотила. А я ментальный проектор. Вот что с меня взять? Да, конечно, у меня не получается. Да, конечно, у меня нет энергии. И в этом вся проблема. Вот мне бы мой бодиграфчик бы немножко бы допеределать. Вот тогда бы я зажила. Вы задумывались когда-нибудь о подобном? Сталкивались ли когда-нибудь с подобной мыслью? Потому что очень часто я слышу от селезеночных проекторов, от G-проекторов, от ментальных проекторов и очень-очень редко, но все же от рефлекторов подобные фразочки. Как мне жить без энергии? У вас есть моторы? Ааа, у меня моторов нет. Что делать? Что делать? Как же жить? Давайте сегодня об этом поговорим. Раз и навсегда постараюсь разрушить вот этот миф о том, что если бы ваш бодиграф немножечко докрутить, вот тогда бы вы классненько зажили. А так, если без этого, то и жизни, собственно говоря, у ментальных проекторов нет. Меня зовут Полин Скиданова, это мой канал про дизайн человека. Сегодня мы поднимаем вот такую вот щепетильную тему. Селезеночный проектор, G-проектор, ментальный проектор, рефлектор. Это люди, у которых в карте нет моторов, нет моторизированной энергии. То есть у манифестора всегда один мотор в карте определен. У генератора, понятное дело, есть как минимум мотор сакральный. А вот у этих ребят нет никакой моторизированной в теле энергии. И отсюда они могут чувствовать себя менее энергичными, менее жизнеспособными, чем другие типы. Как жить в мире, который на 70% состоит из генераторов и еще на 10% из манифесторов, человеку, у которого нет в теле собственного источника энергии. Для начала давайте разберемся, что это значит «нет в теле собственного источника энергии». У каждого из нас есть все центры. И сакральный, и эмо, и эго-центр. Мы не вырезаны по контуру своего бодиграфа, как оригами. Все центры есть у всех. Разница только в том, что закрашенные определенные центры фиксированно вырабатывают ту энергию, под которую заточены. А белые центры не фиксировано, не вырабатывают, принимают от других людей или с транзитами небесных тел. То есть здесь нет фиксации. Здесь то есть энергия, то нет энергии. И вот на эту энергию сложно положиться. Действительно, ментальному G-проектору может быть сложно положиться на свое тело, потому что он не знает, я сегодня проснусь с зарядом сил, или я сегодня проснусь, вообще не проснусь, до пяти вечера буду спать. Вот для G-проектора, для ментального, да и для селезеночного проектора может быть вот такая вот история. И это действительно тяжело. Это действительно сложно принять. Но как же жить в нашем мире вот с такой вот настройкой? Очень важно понимать свою стратегию. То есть ваша стратегия это ждать приглашения. Что по сути ждать приглашения для проектора? Это дождаться, когда другой человек распознает в тебе некий дар, некое качество, которое ему необходимо, нужно, важно, ценно и так далее, нужно подчеркнуть. И пригласить тебя во взаимодействие, тем самым говоря, вот моя сакральная энергия, да, ну допустим, это генератор, который пригласил, вот моя сакральная энергия, бери, едь на ней, дай мне взамен то качество, которое я в тебе распознал. То есть таким образом получается прекрасная, простая, логичная сделка. И вот один из вариантов, как проектора жить без энергии. Вступать во взаимодействие по приглашению, потому что получая приглашение, вы получаете в свое распоряжение энергию на то или иное действие, энергию другого человека. Это не есть паразитарный какой-то образ жизни, это вполне нормальное взаимодействие, это качественный взаимообмен, энергообмен. Вы даете свое в этом взаимодействии, человек, который вас пригласил, дает энергию. И здесь очень важно научиться чувствовать свой открытый сакрал, открытый корень, открытое эго, открытые эмоцентры. Понимать, как проживать их в балансе. Потому что один раз попробовав эту сакральную энергию, а вы, если посмотрели ролик мой про то, как перестать страдать, я говорю там о том, что мы за темой открытого центра бежим как кослик за морковкой. Нам ее надо, нам хочется эту энергию себе, хотя у нас ее фиксировано нет. И вот дай проектору один раз попробовать сакральную энергию, и ее надо. Нам нужна эта энергия, мы хотим эту жизненную силу. Проектор будет хотеть быть этим сакральным генератором. Это большая ошибка ума. То есть так происходит только потому, что вы начинаете доверять уму. Это ум хочет эту чужую энергию. Это ум хочет стать кем-то другим, а не собой. Здесь очень важно научиться расслаблять ум. Расслаблять ум, допускать, давать место тому, что у меня вот так. То есть вот это упражнение на принятие. Скажите себе, что я не обладаю постоянным доступом к жизненной энергии. Сейчас я это вижу, и я даю этому место в своей жизни. То есть здесь тема расслабления ума. Ум сопротивляется и хватается, и цепляется за эту сакральную энергию. Отсюда вы сначала ее много-много-много берете, потом выгораете, у вас эта энергия заканчивается, да, вы абсолютно усталый, выжатый как лимон, и ничего не можете делать. Вот это не очень качественно. Когда вы расслабляете ум, когда вы отпускаете, когда вы допускаете, что я вот такой, ну вот все. Ну вот не переделаешь, невозможно переделать бодиграфт, невозможно, там, я не знаю, попринимать какие-нибудь добавочки, включить какие-нибудь ворота, ну вот такой из разряда бреда, да, и переделать свой бодиграфт. Так не работает, нет. Вот вы такой, какой вы есть. И то, что вы пытаетесь, возможно, или где-то в глубине души вот жаждете, вот бы мне вот один маленький сакральчик, это говорит только о непринятии себя, о непринятии себя таким, какой вы есть. Поэтому еще один важный шаг вот в этой работе, это будет работа с принятием себя и с принятием своей роли. Обучите свой мозг, что есть не только генераторская, манифестерская модели движения по жизни. Вы пытаетесь создать ту модель, которую видите, и не видите другой модели. Есть другая модель движения по жизни, есть другая стратегия, и проекторская стратегия ничем не хуже. Очень много успешных, реализованных, классных проекторов. То есть бытие проектора не исключает финансовый успех, карьерный рост, достижение, удовлетворение, радость и успех. Все это не исключает жизнь проектора, совсем наоборот. То есть показать своему мозгу, что есть другие модели проживания этой жизни. И в этой реальности можно быть не только генератором, не только манифестером, но можно быть безмоторным. Вот такая модель жизни тоже существует, она просто другая, она не хуже и не лучше. И она включается тогда, когда вы начинаете жить согласно своей стратегии, в ожидании приглашения, в раскрытии своего потенциала мира, в показывании себя, в раскрывании красоты своей природы и природы своего бодиграфа. Ну и давайте развеем самый большой миф. Возможно, вам кажется, что генератор со своими сакралами и манифестер со своими моторами очень продуктивный, очень энергичный. Каждый день просто такие энергайзеры, каждый генератор. Так вот, я вам скажу, это не так. Самый уставший человек в вашем окружении – это генератор. Самый подавленный и неинициативный человек в вашем окружении, который ничего не делает – это манифестер. Если человек наделен каким-то потенциалом, это не значит, что он его раскрывает на 100%. То есть очень много сакральной энергии по миру сливается вообще непонятно куда, когда генератор не следует своему отклику. Очень много манифестерской инициативы сливается на какую-то ерунду, когда манифестер не информирует и начинает тупо бороться с другими людьми, чтобы они не вставляли им палки в колеса и уходит тупо в свой гнев и прессует его в себе, не проявляя инициативы и не толкая мир вперед к развитию. Очень много вот этой энергии расходуется вообще впустую. Нет огромной прям капитальной разницы в энергичности манифестера, генератора и в энергичности проектора. Потому что очень часто генератор не откликается, не проживает в себе, не реализует свою сакральную силу. И очень часто проектор прекрасно себе замечательно находится в окружении генераторов и подпитывается этой энергией, и действует на этой энергией. То есть нельзя говорить, вот в среднем по больнице, что генераторы это капец прям энергичные такие люди, просто 24 на 7 батареечка, а проекторы вот такие вот овощи лежат и ничего не делают. Это не так. Это выглядит не так. Это более усредненное состояние. Мы живем не в вакууме и не в идеальном мире. Мы живем взаимодействуя друг с другом. Вы каждый день сталкиваетесь с акралом. Каждый день, если вы выходите из дома, может даже если не выходите, соседка за стенкой вас обуславливает. Вы сталкиваетесь с этой сакральной энергией. Генераторы каждый день не откликаются. Ну, особенно если они не знают про свой дизайн, не живут по стратегии. То есть это более средние состояния. То есть то, что вам кажется, что я живу без энергии, какой кошмар, это вам кажется. Это не так криминально, это не так критично. Дайте себе возможность довериться своей стратегии, довериться вот этому ожиданию, приглашения и успеху через других людей. И вы увидите, что ну не такое же вы овощи на самом деле. То есть вот этот мой спич был для того, чтобы вы увидели, что вы не живете в мире вот этих противоположностей и контрастов, где кто-то энергичный, прям такой вообще просто, ну я не знаю, спортсмен, а кто-то такой вяленький, чахленький, энергии у него нет. Ну это не настолько контраста, да, ну тут может процентов 10-20-30 разница по уровню энергии. Ну не 100%, как вам это может казаться, и как это может сильно пугать ваш тревожный мозг, что со мной что-то не так. Вот осознав вот этот факт, да, что не так все криминально, немножко успокоив свой мозг, доверившись тому, что со мной все так, да, я даю место тому, что я проектор, у меня нет моторов. И начав, да, разворачивать себя в сторону ожидания приглашения, в сторону своей стратегии, вы увидите, что вполне себе замечательно можно жить и без моторизированной энергии в теле. Да, ваш бодиграф не сломанный, он не неправильный, он не ущербный какой-то, он прекрасен. Вы прекрасны такие, какие вы есть, такие, какими вы созданы. Вы нужны этому миру именно вот с такой начинкой. Вы получите максимальный успех и максимальные блага жизни, реализовав именно ту начинку, с которой вы сюда пришли, и не пытаясь изобразить из себя что-то другое. Потому что как только мы пытаемся изображать из себя то, чем мы не являемся, мы перестаем жить свою жизнь и начинаем имитировать чью-то другую. Надеюсь, это видео стало для вас, ну, возможно, каким-то маленьким осознанием, маленьким озарением на пути к проживанию своей собственной природы. Пишите в комментариях, согласны вы со мной или не согласны, потому что я уверена, этот ролик может вызвать волну прям несогласия от проекторов. Ага, конечно, тебе легко говорить, ты же генератор, генератор никогда не поймет, никогда не поймет проектора. Что ж, буду рада и таким комментариям давайте эту историю обсудим. Ну и, конечно, всегда благодарна вашим лайкам, подписочкам на мой канал, потому что помогает мне развиваться, расти и мотивирует меня снимать еще больше и больше и больше вкусного контента по дизайну человека. Всех благодарю за просмотр этого видео. Всем пока!